Между делами я коллекционирую значки на поленинской теме и вот есть у меня в коллекции вот такой так называемый дембельский значок комсомольский вот это вот звездоватая часть это вот народное творчество солдатское творчество и вот как бы вот тут закруточка все как положено сделано вот если видно лучики это вот сделаны из солдатского ремня вытащена такая такая прелесть и вот чего ради мы вдруг решили вспомнить про комсомол дело в том что у нас сегодня день рождения комсомола кто помнит то вот 98 лет назад 29 октября 1918 года вот вот он как раз и появился на свет так скажем вашей февральской революции 1917 года способствовала увеличению общественно-политической активности молодежи начали появляться молодежные организации рабочих труд и свет и другие члены которых ориентировались на социалистической партии в 1917 в петрограде организационно оформился ориентирующийся на большевиков социальный социалистический союз рабочей молодежи и вот 29 октября 1918 на первом всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение об объединении отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию с единым центром работающий под руководством компартии большевиков российский коммунистический союз молодежи как он тогда назывался в 1924 году после смерти владимир ильича он получил имя вождя и в 1926 году был переименован во всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи в лксм тот тот каким большинство рожденных в ссср его и запомнила за 73 года через ряды комсомола прошло более 160 миллионов человек одной из ярких страниц в истории в лксм стало инсценирование поддержка в 1978 1990 годах движение мжк молодежный жилищный комплекс вышивший из под централизованного контроля масштабного социально-экономического эксперимента актив нового молодежного движения осмыслив основы идеологии строительства коммунизма и на практике соунувшись с существующим при этой идеологии вот в конце 1980-х перешел на позиции демократизации и декоммунизации страны фактически представители мжк на последнем двадцать первом съезде в лксм были основными сторонниками ликвидации всесоюзной коммунистической организации молодежи к сожалению на что что-то взамен другой они не предложили вот кстати есть у меня как раз значочек и вот вот этого вот печального съезда 21 в лксм в 1977 в комсомоле состояло свыше 36 миллионов молодых людей всех наций и народности ссср вот решение самороспуска в союзе ленинско-коммунистического союза молодежи было принято 27 28 сентября 1991 года на 22 чрезвычайном съезде в лксм в современной россии идейным правоприемником в лксм является различные молодежные общественные организации про которые никто ничего знать не знает и на уровне комсомола это уже не будет никогда развалить очень легко что-то создать новое сильно сомневаюсь ну что ж так что же еще вот в числе делегатов съезда на котором было принято решение создание коммунистического союза молодежи в самом начале помимо большевиков и сочувствующих оказалось 45 беспартийных делегатов один левый сср и даже один анархист вот принято считать что главным идеологом создание комсомола был владимир ленин однако на съезде комсомола он выступил лишь один раз в 1920 году когда организации был уже два года в октябре 1918 рксм вступили 22 100 членов к 1920 году число членов организации достигло 428 тысячи 482 тысячи человек максимума количества членов организации достигла в начале 80-х годов когда в ней одновременно состояла свыше 40 миллионов человек всего же через членство комсомоля прошли свыше 200 миллионов человек в нашей стране а вот после смерти владимир ильича в 1924 году комсомол стал ленинским как я уже сказал в лксм согласно своей программе считался независимой организацией работающий под руководством компартии в свою очередь комсомол также руководил деятельностью еще одной организации созданной для детей и подростков все сайты союзной пионерской организации имени ленина вот поздний советский период в лксм занял четкое место в идеологической иерархии советского союза в нем состояли советские юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет до этого пребывавший в рядах октября это с 7 до 9 лет и пионеров с 9 до 14 лет вот предполагалось что после 28 лет комсомолец может вступить партию однако на деле в ряды компартии вступил менее половины бывших комсомольцев что же еще с 1918 до начала 90-х комсомол возглавляло 15 руководителей в должностях председателей первых и генеральных секретарей цикла при этом из шести первых руководителей комсомола пять погибли во время большого террора 1937-38 года и еще один провел в тюрьме около 15 лет так такой интересный факт вот за время своего существования в лксм как организации был отмечен шестью орденами причем все награжденные вот награждение пришлись на период с 1922 с 8 по 1968 на счету комсомолу три ордена ленина к 30 летю организации за боевые заслуги в великой отечественной войне и за освоение целины орден красного знамени за боевые заслуги в гражданской войне и в борьбе с интервентами орден трудового красного знамени за ударный труд в годы в годы первой пятилетки и орден октябрьской революции к 50 летю организации в советском союзе комсомол занимался перераспределением рабочих ресурсов внутри страны для этого использовалось так называемое распределение по комсомольской путевке. На основании документов, выданных местной комсомольской организацией, молодой человек направлялся на работу в малообжитые и труднодоступные районы страны, где существовал дефицит кадров. Комсомольская путевка использовалась не только для отправления молодых людей в другие регионы, но и для направления в другие отрасли. Например, путевка от комсомола в летные училища, на службу в армию или в милицию. Неотъемлемой частью деятельности ВЛКСМ были так называемые комсомольские ударные стройки. Возведение важных индустриальных объектов, шефство над которыми поручалось комсомолу. По значимости комсомольские ударные стройки делились на несколько категорий, высшей из которых являлась всесоюзная ударная комсомольская стройка. Самой известной такой стройкой был БАМ, Байкало-Амурская магистраль. На этом крупнейшем инфраструктурном проекте позднего Советского Союза по комсомольским путевкам с 1974 по 1984 трудились десятки тысяч человек. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи был распущен на 22-м чрезвычайном съезде организации в сентябре 1991 года, который был собран сразу после так называемого Августовского путча. Тогдашние руководители комсомола пришли к выводу, что организация исчерпала свою политическую роль. «Позор, позор, позор, позор! Кому мы доверили? Кому мы доверяли?» Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok